Ну что ж, привет! А перед началом хочу порекомендовать канал вот этого парнишки. Он снимает очень смешные видосы, очень классные, при этом снимает контент, где он очень хорошо играет и совместно со смешными моментами. Я, кстати, уже подписан и вам тоже советую. А также 7 января под конец метро он разыграет МКшки Стальной Фронт, поэтому заходите к нему на канал, ссылка будет в описании. Ну и не задерживаю, погнали к ролику. Ну что ж, вы готовы? А я в принципе готов. В общем-то, погнали, сразу же запускаемся немедленно, я думаю, по названию видео, по превьюшке, вы уже догадались, что мы будем делать в этом видео. На самом деле это все банально, просто. Давайте, кстати, активируем наши таланты с вами на всякий случай, просто чтобы были. Итак, спереди у нас есть человек, МКшка Кобра. Опа, он прямо тут, он прямо тут, он спалился. Все, сразу же бежим его пушить. Чего? Чего? Так, готов. Это было максимально агрессивно, спасибо за рюкзак. Просто очень сильно пригодился. Кстати, я что-то не понял, почему-то было прям очень мало урона. Я знаю, с чем это связано. Хотя я прокачал, в принципе, все как нужно, то есть талант у меня вкачан именно на урон с МКшки, со снайперки, то есть. Но вы сейчас сами видели, что получилось как-то все очень криво. Ну, именно в том плане, то что я вроде зажал очень много, но урона прошло очень мало. Ладно, надеюсь, это не важно, и все-таки это не из-за МКшки. Ну, конечно, надеюсь, надеюсь. Ну и бежим сразу же дальше. Получается, двоих по-быстрому разобрали. Один просто, кстати, не успел вовремя убежать. У него так-то все шансы были, но пока я бежал, он почему-то не отбежал от меня. Ну и не пошел на меня. Походу, просто я немножко в АФК. Кстати, активировал таланты, если вы заметили. Прям очень штука решающая. Ну и сейчас постараемся быстро бегать и всех валить, чтобы получилось довольно сочно. Поэтому не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, ну и как бы смотрите описание, потому что там, возможно, вы тоже найдете что-то очень важное. Но мы пока что бежим искать приключений на свою пятую точку. Кстати, выполнен МКшку улучшенная. Штука прям крайне непонятная. Ну, особенно потому, что у него такие вот обвесы. Опа, гроза. Только почему-то без глушителя. Ну ладно, погнали за ним. Опа, еще одна гроза, серьезно? Прикольно. Так-то было бы неплохо, на самом деле, отобрать какую-то прям дорогую грозу. МКшка еще завалила грозу. Но при этом еще до сих пор есть чувак с грозой. Вот это я понимаю. Ам, а типа... А что там делал бот? Я не понял. Ладно. Опа. Привет. Приятно познакомиться. Блин, чувак голый. Готов. Главное, что у нас есть жетоны. Жетоны я люблю. Блин, на самом деле, когда жетоны были по 10 тысяч в начальных сезонах, было как-то не круто. А вот сейчас жетон 25 косарей, это прям серьезная сумма. Снова рюкзак. Четко. Давайте посмотрим, есть ли босс. Кстати, был в шестерке, но слился очень-очень быстро. Вот этот чувак умер быстро, да. А почему-то другие умирали слишком долго. Как-то вроде непонятно. Но пока что все идет максимально красиво. Это просто не может не радовать. Уйди. Уфига себе, босс. Ты что делаешь? Да ну иди ты нафиг. Не надо меня так мучить. Он вовремя лег. Просто вовремя лег. Но это все из-за босса. Блин, я мог его забрать в любой момент. Спасибо, снимает шлема. Кстати, шлема Кобра у меня нет. Теперь, к сожалению, не получится быть максимально эстетичным. Хорошее начало, но босс просто говнюк. На самом деле, я не хотел даже агрить его, но это получилось максимально случайно. Ладно, ну что ж, погнали еще в одну катку. Надеюсь, эта катка получится с большим выносом. Хотя, в принципе, шестой рюкзак у нас есть, как бы. Давайте его засывим, потому что почему-то эти рюкзаки только выпадают. Так, здесь, я думаю, просто не буду медлить. Вижу цель. Все, попался. Ну, так-то голый, на что он вообще рассчитывал, типа. Шансов у него как бы не было. Не повезло, чуваку. А, это все мой интернет. Очень классный интернет, кстати, у меня. Так что, прошу заметить. Не, ну, Скорелько стольный фронт нам достается так-то четко. Но жалко за него. Чувак, ты очень поздно зашел. Ты просто очень поздно, не вовремя зашел. Просто дружище. А, у него две подстволки было, серьезно? Прикольно. Причем одна даже была розовая. Одна фиолетовая. Ну, типа, не знаю зачем, но теперь у нас есть еще и подстволка. Так, интернет, интернет вообще подводит. Опа. А пока он стреляет, там же никого вроде уже не должно быть. Офигеть, ничего не видно, чтобы вы понимали. Вообще ничего не видно. А, вон он. Побежал, побежал, побежал. Привет, братишка. Шестерка была, кстати. Очень долго закрывался. Но получилось довольно гладко. Да. Фиолка. Ладно, побежали дальше. Кстати, кстати, что хочу заметить. МКшка Кобра пока что показывает себя прям максимально сильно. Возможно, это просто какой-то мой определенный настрой. Хотя, опять же, там, в первый раз, когда я закрывал шестерку, получилось как-то прям стрёмно. Но я типа слышал, что там были выстрелы по голове. Да и к тому же стреляли мы по нему прям очень много. И урона было как-то мало. Сейчас такого нету. То есть, в принципе, урон проходит довольно нормальный. Но опять же, опять же, я все-таки играю с активированными талантами. То есть, урона все равно и так, и так больше. А, он не умер, что ли? Да, мне кажется, то, что после этого видео любителей МКшки Кобры будет намного больше. Потому что, как по мне, получается прям очень здорово. Опа. Так, это рожок или еще ближе? Что-то я не понял. Надо сейчас узнать. Опа. Это что такое? Это откуда? А-а-а. Это с этой стороны, получается? Так, жалко, мне отсюда его не видно. Но один, кстати, может другого подстолка. И заплевать чисто в теории, если у него там штук 50. Как бы все равно рано или поздно он попадет. Так, а мне важно, чтобы меня не закрыли в спину. Опа. Он побежал, он побежал. По нему начали зажимать. Кстати, его сейчас могли взорвать. Капец, он закроет его уже или нет? Почему так много стреляет? Так, он побежал крутить куда-то. Понимаю. Опа, опа, опа. Окей. Окей. Если бы не таланты, так-то я бы умер. А, жалко. Жалко. Но, кстати, патрон у него было прям много. Все патроны не влезают, чтобы вы понимали. Так, этот чувак пытался запушить меня. Опа. А вон там уже находится тот чувак. Или, возможно, даже того чувака, который пошел обходить, его тоже закрыли. Ой, блин, не закрыл. Как так-то? Это было пипец как близко? Серьезно? Блин, капец, пинг подводит. Он испарился, он просто исчез. Блин, как он это сделал? Ох ты, пинг, еще сильнее, еще сильнее. Нет, друзья. Что-то вообще как-то не прет. Прикольно. Что это такое? Китаец какой-то. Следы как раз проданы. Понимаю. Жалко. Блин, на самом деле не устраивают какие-то вот эти вот лаги с интернетом. Прям что-то как-то жесткое. Бот идет. Так, ладно, получается, тогда идем на выход. А, бот напугал, блин. Ты че? Гаденыш. Кстати, мы, в принципе, ничего и не выносим. Хотя три килла у нас есть. Да, конечно, жалко, жалко. Но, если честно, я думаю, что искать других врагов это какой-то бред. Потому что, ну, они прячутся, могут крысить. И, скорее всего, придется стрелять первым, чтобы вот их, чтобы их хотя бы куда-то заманить. Потому что, ну, сами они вряд ли начнут стрелять первыми. Поэтому, думаю, пока что стоит выйти и уже начать новую. Но, но. Это последняя катка. Поэтому, как бы, лайк, подписка. Ну и прям топчик. Что могу сказать с игрой с МК-14 Кобра? Понравилось. Конечно, ну, непонятно вообще. То есть, нельзя понять, лучше вышки она или нет. Потому что, в принципе, с вышкой я тоже, как бы, так играл. И что-то вроде одинаково. Вроде одинаково. То есть, когда стреляешь, я не чувствую ни отдачу, ни тишину, ни урон какой-то повышенный в голову. Конечно, может быть, это как-то решает и как-то чувствуется. Но пока что, вот, так быстро это, походу, не понять. Конечно же, я продолжу играть с МК-шкой Коброй. Пока что, в дальнейшем будущем. То есть, все катки приблизительно буду играть с Коброй. Возможно, в следующих видео вы это увидите. Ну и вообще, посмотрим, как это будет по ощущениям. Потому что ощущения этой МК-шки-вышки я, как бы, помню. Вот от Кобры полное ощущение я понять не могу, потому что отыграно у меня с ней, наверное, каток 100. Это прямо от силы. Ну что ж, выходим, конечно, немного, но мы вынесли 300 тысяч. Но главное то, что это патроны. Патроны все решают, они, в принципе, стоят дороже. Ну и, друзья, на этом видео подходит к концу. Чекайте описание, не болейте и увидимся завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok